Привет! Это снова Велина Ильянова, проект 80 баллов. Сегодня разберем задачу на массовую долю раствора, на определение массовой доли раствора. Что такое массовая доля раствора, мы обязательно поговорим. Но для начала, что такое раствор? Раствор это система, которая состоит из двух или более компонентов. Это такая устойчивая система, гомогенная, то есть там частицы распределены по всему объему раствора равномерно. И это система переменного состава, то есть мы можем как-то там соотношение этих компонентов менять. Например, решили мы приготовить суп. По сути, бульон это тоже у нас такой раствор. Точнее, если, например, мы приготовим даже не бульон, а вот просто возьмем, например, водичку и растворим там соль. Это будет раствор соли в воде. Итак, у нас есть, к примеру, какой-то стакан с водой. И мы туда берем, насыпаем натрий хлор, соль, обычную пищевую соль. И что происходит? Соль попадает в воду и растворяется. То есть в итоге мы получаем просто прозрачный раствор. И это у нас раствор натрий хлор в воде. Раствор натрий хлор в воде. Точно так же мы можем растворять не только твердые вещества, но мы можем растворять газы в воде. Мы можем растворять, например, жидкости в жидкостях. Да, вот, к примеру, если мы возьмем уксусную кислоту, столовую уксус, и добавим туда еще воды, то мы еще сильнее разбавим раствор уксусной кислоты, уксуса, и он станет еще менее концентрированным. То есть концентрация – это как раз-таки содержание нашего вещества, нашего вещества растворенного в этом растворе. То есть отношение массы растворенного вещества к массе всего раствора. И мы можем точно так же, да, вместо натрий хлора, мы можем пропускать какой-нибудь газ, и тогда тоже получится раствор. Или мы можем добавлять жидкость, и тоже может получиться раствор. То есть в нашем случае натрий хлор – это растворимое вещество, растворенное вещество. Или еще вот так обычно его обозначают – РВ. Кстати говоря, все, что я записываю на доске, обязательно записывай свои тетрадки и прорешивай эти задания вместе со мной. А H2O – это у нас растворитель. То есть мы вещество растворили в воде, поэтому вода – это растворитель, это преобладающий компонент в растворе, который не меняет свое агрегатное состояние при процессе растворения. Да, то есть когда мы соль растворяем в воде, вода от этого не перестает быть жидкостью, а вот соль из твердого состояния переходит в жидкое. То есть по сути мы в итоге получили просто жидкость, раствор соли в воде, потому что по сути натрий хлор в воде растворился, он распался на натрий плюс и хлор минус, который мы, конечно же, уже не видим. Это у нас растворитель. И вместе они составляют раствор. То есть растворенное вещество плюс растворитель – это у нас как раз таки раствор. То есть масса раствора равна массу растворителя плюс массы растворенного вещества. Обычно в задачках у нас растворителем является вода, поэтому масса воды плюс масса растворенного вещества. И вот как раз таки концентрация, массовая доля раствора – это что такое? Это отношение массы растворенного вещества к массе раствора. То есть если мы подставим вот сюда вот эту формулу, это масса растворенного вещества делена на массу растворителя плюс массу растворенного вещества. Она может быть как в процентах, так и в долях этой единицы. То есть если мы умножим на 100%, то у нас получится уже массовая доля в процентах. И теперь мы решим вот эту задачку. Здесь у нас раствор массы 220 грамм. То есть нам дана масса раствора 220 грамм, содержащая 21% растворенной соли. То есть это о чем говорит? Это как раз таки массовая доля, да, вот она. То есть наша концентрация 21%. Упарили на водяной бане. Что значит упарили на водяной бане? Это значит испарилась оттуда водичка. Соответственно, чем меньше там будет воды, чем меньше там будет растворителя, тем больше будет концентрация растворенного вещества. Потому что масса раствора уменьшается, соответственно. А вещества-то у нас остается столько же. С веществом-то ничего не происходит. Это то же самое, как, например, мы готовим суп и, к примеру, пересолили. Да, пересолили. То есть концентрация соли там высокая. Если мы хотим как-то раствор разбавить, да, чтобы суп стал менее соленым, да, можно добавить там кипяток, да, но как-то разбавить. Это, конечно, не очень вкусный суп тогда получится, но бывает обратная ситуация, да. Когда, например, поставили суп готовиться, бахнули туда соли, куда-то ушли, да, потом вернулись. То есть, ой, у меня же суп готовится, а там водичка уже много ее испарилась, и в итоге суп получается... Вроде добавили нужную концентрацию соль, да, то есть не так много, но из-за того, что много воды испарилось, суп получился соленый. Вот как раз-таки упарили на водяной бане, да, здесь тоже испаряется вода, из-за этого концентрация вещества увеличивается. Вот, в результате масса уменьшилась на 45 грамм. Что это за 45 грамм? Это масса воды, как раз, да, масса растворителя, то есть упарили, здесь водичка испарилась, 45 грамм, соответственно, масса раствора была 220 грамм, а стала на 45 грамм меньше. И нам нужно посчитать, чему равна массовая доля соли в новом растворе. Рисуем. Итак, первый раствор, получается, он у нас имеет массу 200 грамм, 220 грамм. И у нас здесь 21% соли. То есть там 21% соли и все остальное, да, это получается... То есть 79% там будет вода, 21% там будет именно масса растворенного вот этого вещества, масса соли. И получается, что мы упариваем, да, нагреваем. В итоге у нас испаряется вода, то есть мы нагреваем, и у нас что происходит с нашим раствором? Масса раствора уменьшается, да, 220 минус 45, это будет 175 грамм. И, соответственно, вот здесь вот у нас испарилась вот эта вот водичка, да, это наш пар, вода 45 грамм. И какая концентрация соли у нас теперь стала, неизвестно. Она станет больше, потому что воды-то стало там меньше. Но в чем суть? Масса растворенного вещества, которая здесь была, она будет здесь такой же, потому что у нас испарилась-то только вода, а растворенное вещество осталось таким же. Поэтому мы можем вот из этой формулы выразить массу растворенного вещества. Это будет массовая доля умноженная на массу раствора. И, соответственно, мы можем найти массу растворенного вещества здесь, массу растворенного вещества здесь, и приравнять их, потому что они равны и тут, и там. Итак, здесь масса растворенного вещества получается, мы массу раствора 220 грамм умножаем на массовую долю. Единственное, массовую долю мы берем именно в долях от единицы, То есть мы проценты должны перевести в долю от единицы. Для этого нужно поделить на 100%. То есть будет 0,21. Можем посчитать это. 220 умножаем на 0,21. Это будет 46,2 грамма. То есть вот здесь, вот в этом растворе 46,2 грамма соли. А, соответственно, минус 220, 173,8 грамма здесь будет воды. Теперь, здесь у нас масса растворенного вещества. Это что? Это получается масса раствора, 175 грамм, мы умножаем на вот эту неизвестную массовую долю. Вот так можем написать. И мы приравниваем массу растворенного вещества 1, массу растворенного вещества 2. Мы приравниваем. 1 и 2 у нас равны. Соответственно, 46,2 у нас равно 175W. И можем найти 46,2. Делим на 175,2. И получается 0,264. И мы смотрим. Нас просят дать ответ в процентах. То есть мы умножаем это на 100%. У нас получается 26,4%. Нас попросили до десятых. И действительно, да, так получается. 26,4. Вообще задачки на растворы тоже можно всякие разные придумать. Когда там упаривают, когда там наоборот концентрируют. То есть добавляют больше вот этой соли, например, твердого вещества. Или, к примеру, разбавляют, добавляют туда воду. Или, к примеру, наоборот, вещество само улетучивается. И из-за этого концентрации вещества становится меньше. То есть вот здесь она увеличилась. Было 21%, стало 26,4%. И они достаточно интересные. И, конечно же, здесь нужно именно разобраться, что такое раствор. Что такое растворенное вещество, растворитель. И побольше практиковаться на этих заданиях. Как раз этим мы будем заниматься на курсе. Поэтому, если тебе понравилось видео, то подписывайся на мой инстаграм. Эви Репетитор. Переходи на сайт 80 баллов, где ты можешь пройти курс от и до. И мы как раз таки отработаем практику на актуальных заданиях ЕГЭ. Удачи тебе! И встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok